Дождевые канализации Требуют и реконструкции, где-то замены. Город развивается, город расширяется. Поэтому проблеме обустройства линевыми канализациями, я думаю, нам надо очень серьезно заниматься. Дожди выявили несколько проблемных зон, которые пострадали от воды. Один из таких участков – пересечение улицы Октябрьской и бульвара Зеленая Роща. В этом районе подтопило 8 садовых товариществ, а также жилые дома. На этой территории администрация города в срочном порядке устанавливает ливневую канализацию. Приняли решение после дождей, чтобы снизить поток воды, сделать устройство дождевой канализации. Влезли в Кулаковский коллектор. Прошли буквально за неделю, несмотря на то, что сложность, стесненные условия. Повредили часть остановочного павильона, к сожалению, потому что крайне оперативно работали. Но в новом плиточном покрытии остановлен павильон и все пешеходные подходы. Сейчас на данный момент забетонировали половину ливнеперехвата. Бетон наберет прочность. Выставили ливнеперехват, перекопаем в другую сторону. Систему подключат к дождевой канализации по проспекту Кулакова. Это снизит нагрузку на проезжую часть и предотвратит затопление территории. Работы завершат до конца недели. Кроме того, у нас выявился еще один проблемный участок. Это территория между улицами Рогожникова, 45-я параллель и перспективная. Сейчас мы разработали проект уже по водоотведению с этой территории. И мы надеемся, что в июле месяце также там работы будут выполнены. Еще один проблемный участок – это 530-й квартал в районе Белого города. Но там надо будет, конечно, глобально решать проблему по водоотведению со всей этой территории. В этом году планируется завершить разработку проектно-сметной документации, если позволит погода, приступить к строительству ливневой канализации. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.